Я думаю, что большинство проблем, которые мы сейчас пытаемся решить, они существуют во всем мире. И поэтому я думаю, что те проблемы, которые мы решаем в Грузии, мы можем решить во всем мире. Меня зовут София Чехлаце, мне 15 лет, и я живу в Тбилиси. Я изобретатель. Мне очень нравится наука, потому что можно мир сделать лучше, сделать жизнь легче для людей и решить их все проблемы. Эта задача, конечно, нелегкая, но я стараюсь, пока не достигну мою цель. Пока каждое лекарство выйдет в аптеках, надо его тестировать. Нужно очень много работать и наблюдать над животным. И поэтому мы решили делать это дело легче и создали робот, который делает все. Этим проектом мы выиграли конкурс изобретений, и приз этого конкурса была поездка в НАССУ. Мы смогли познакомиться с многими людьми, у которых те же самые интересы, как у нас. И поговорили с астронавтами, и посмотрели, как реально этот мир, который мы совсем не знали, работает. У меня есть парень, он мой одноклассник. Сначала это была любовь друг к другу, но потом поняли, что очень хорошо вместе работаем, потому что нас обоих интересует наука. У нас есть стартап «Вампа», и мы продаем ночники, которые можно контролировать с телефона. Есть аппликация, и можно ее включать, выключать и еще менять цвета. И мы это своими руками делаем. Мама очень много работает, она дома приходит только вечером, но все-таки она уделяет нам очень много внимания, она всегда знает, что мы делаем. Я папу не очень помню, и у меня есть какие-то воспоминания, но я не знаю, если они реально случились или нет. Но мама мне рассказывает истории, я знаю, что он очень много читал, и был таким креативным человеком. В 2008 году он снимал сюжет о войне, и там его застрелили, и он погиб. Когда смотрю на Тбилиси, как будто хаос. Я думаю, что Грузия пока не готова для таких революционеров, которые сегодня большинство молодых людей. Мы пытаемся сделать что-то новое, для которого очень многие в грузинском обществе не готовы. Большинство людей жили в таком времени, когда надо было всем быть одинаковыми. Сегодня они понимают, что быть счастливыми это нормально и вообще лучше, чем быть такими, как все.